Бертург, Турция. Бывают ли футболисты-гомофилы? Сердар Тургут. Бертург, Турция. 6 октября 2019 года. После того как американская женская сборная по футболу стала чемпионом мира, произошли интересные события. Многие участницы команды заявили, что являются лесбиянками, и на празднование по случаю победы на чемпионате пришли вместе с возлюбленными. Меня это так или иначе заставило задуматься над вопросом. Интересно, а почему в мире мужского футбола не происходит ничего подобного? Мир женского футбола значительно меньше. Однако процент футболисток, которые могут спокойно заявить о своей нетрадиционной ориентации, весьма высок. Связано ли это с тем, что мужчине-футболисту нельзя быть геем? Исходя из того, что этого не может быть, а также учитывая тот странный факт, что в футбольном мире, в котором вращается такое множество мужчин всех возрастов, ни один футболист открыто не сообщает о своей гомосексуальности, напрашивается единственный вывод. В мире мужского футбола игроки скрывают свою истинную сексуальную ориентацию. Почему женщины так спокойно публично объявляют об этом, а мужчины продолжают скрываться? Это вопрос, который заслуживает рассмотрения прежде всего с точки зрения свобод. Ответ на самом деле прост, но, несмотря на это, нужно понимать, что такого ответа уже не должно быть в наше время. Когда речь идет о женщине-футболистке, культура, в которой доминируют мужчины, может создавать шаблон ей идет быть лесбиянкой. Но, если речь о мужчине-футболисте, тогда мы считаем, что ему подобает быть грубым, мужественным, слегка агрессивным, и не ожидаем от него нетрадиционной ориентации. Все просто и примитивно, но из-за этого подхода тысячи мужчин-игроков, вероятно, начинают вести тайную жизнь, и отсутствие возможности открыто сказать о том, кто они есть, должно быть, в некотором смысле отравляет их существование. Свободные от предрассудков люди, выступающие за то, чтобы все жили открыто, не стесняясь своей сексуальной ориентации, должны бороться за формирование такого общества, в котором как женщины, так и мужчины-футболисты могли бы спокойно говорить о своей ориентации и жить комфортно. А теперь давайте представим, если бы турецкая женская сборная по футболу стала чемпионом мира и несколько ее игроков пришли бы на празднование со своими избранницами, как бы мы отнеслись к этому? Или если бы один из лучших игроков нашей мужской сборной по футболу после завоевания команды титула чемпиона мира объявил, что он гей, да еще и пришел бы на праздник с возлюбленным, чтобы мы подумали, как нам прийти к способности нормально воспринимать обе эти ситуации, и кто бы с кем не состоял в отношениях, сказать, мне то что вот о чем нам нужно думать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.